чтобы у тебя не было проблем ты будешь в моей базе у нас там много людей поэтому те ощущения и проблем будет садись быстрее блять толпа зомби здравствуйте дорогие подписчики канала с вами снова кромбул сегодня с вами продолжаем играть в группу названием ну собственно выйти это стоит ауди фокин кейта продолжаем играть я 5 укупы тут толпа зомби на этот раз можно где-то осмотреться я бы осмотрелся я хочу посмотреть с этого ракурса может очень новенькая найдут для себя залезем наверх автомобиль перемещен веселая поездка какой автомобиль интересно перемещенный куда ладно это неважно мы сюда пришли для чего для осмотра нажмите покажем смотреть то уж ты сколько здесь его мать честная строй площадку что это еще какой-нибудь дом еще коин с места где можно пули найти по что пули дефицит торговаться мне особо не с кем хотя вам можно как-то через вообще через себя где-то сделать сейчас подождите посмотрим сначала я все смотрю это говно и я потом запрошу запросы сделаю на либо торговлю либо на место пускай мне укажут место где есть пули и я поеду туда таким образом мы сделаем крикон домики офисы блин а тут еще в этом городе слушай тут будут плутайся не налутайся действительно хоть здесь я по аптека это неплохо офисы зомби всякие офис зомби это свирепый свирепый лол еще офис и хавочка где-то там но такое блин сколько здесь всего реально столько можно долго жить пожарная служба заметили необычного зомби ел так ну я не знаю еще есть что-то уже целый круг сделал думаю уже достаточно да уж тут мест нормально и при этом я все еще не нашел а давай посмотрим через вот эту штуку как можете сделать итак узнаете где можно эти боеприпасы нормально поехали где можно найти 9 минут запроса насчет выживших там кто-то хотел от меня помощи а я опыть могу теперь мастерские полин прикинь я могу находиться в другом месте опыть все что захочу похоже что там что-то творится мы загнались себя в угол кажется они в беде возможно ты протянешь им руку помощи проверь по карте да хорошо я обязательно это сделаю так я могу опнуть это что такое мастерская ада а возможные действия это что такое нужен знаток инструментов так доработный стенд инструмента опыт в строительстве скорость 3 100 процентов обустроить и оружейную мастерскую химическое оборудование познания в химии при работе зарубчаткой не будет частых случаев нужен опытный химия ни того ни другого ли человека на самом деле нет поэтому не инструментария не химик хотя подожди химик у нас оказывается есть можем сделать доброт инструменты кузов автомастер статистически ремонтирует кузов машины припаркован на ночь вот это здорово конечно может сделать да давай обустраивайте мы хотя переезжать собираемся ну и ладно какая проблема так насчет людей насчет людей где тут охренеть здесь место это будут еще вот здесь вот сегодня обыскал здесь вот еще не пооткрывал я нескольких мест есть тут короче еще где развернуться так это раз город большой два города большой и третий город который мы вообще не посещали в даже миссии пока не ведут к счастью или не к счастью это уже другой вопрос он такое короче насчет миссии 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 я хочу найти о чем миссии попали всем в этом городе от миссии здесь есть только деликатная просьба которым так еще не сделали и при том еще нет даже помощь это просил где-то невезучим Невезучим нужна помощь, нервный человек. Охота на зомби, свиреп, помогите убить, ну, ёптвою мать, свирепый зомби, на кого вы нахуй охотитесь? Вот у меня всегда возникал такой вопрос, нахрена вы охотитесь на зомби? Вам чё, много их, что ли, слишком, я не знаю, жить надоело? Зачем зомби бесконечное количество? Зачем мы дерёмся с зомби? Зомби, не драться надо, надо очень грамотно с ними разбираться, только с теми, с которыми надо разбираться. Зачем нам убивать-то всех подряд, я вообще вот этого не понимаю. Смысл-то какой? Типа, ну, убьём мы свирепку, ну, дальше что? На хера мы это сделали? Это же не даст никакой нам профит. Я понимаю, если бы он на нас бежал. Мы заклинговали радио Клео, ищет большие группы зомби. Заброшенный груз. А, там где суплай. Блин, я не хочу на суплай, иди сейчас. Суплай мне сейчас нужен. Так, толпа, толпа. Блин, машина опять дымится из-за вас. Уродские зомби. Облепили меня, тварь и гады. Так, ну-ка, идите вон. Такс. Аккуратно сейчас выйдем и поедем проверять, что кому-то надо, что там Клео, какое у него там деликатное дело, что могло у него случиться. Наверное, фигня какая-то, мне так кажется. Ну, давай посмотрим, чтобы Клео учудил. Эй, это ты удосужился нас посетить. Это я, Клео. Чё ты хочешь? Меня костя беспокоит, и я не могу выбросить это из головы. Последнее время все вокруг косится на Беку и шепчется у нее за спиной. А все потому, что шериф продолжает называть ее Аликс. Не знаю, может, это не мое дело, но если постречаешь его, спроси его, пожалуйста, что ему известно. Мне правда очень нравится эта девушка, просто хочу убедиться, что я ей не делаю ошибки. Господи. Конечно. Спасибо. Кстати, не стоит говорить об этом Беке, ладно? Конечно нет. Ты шаш не крутишь за ее спиной. Ну, ты, конечно, такой себе парень. Найдите шерифа Карла Перрессона. А где он еще находится этот? Карл. Карл Укра... Ой, он далеко. Заброшенный груз. Суплай. Он опять в каком-то, блядь, ваа, и там будет много зомби. Я прям чувствую это говно. Ну, ладно. Привет, зомби. Пойду я. У меня очень важная встреча с шерифом. А в город надо заезжать для этого или нет? Да, надо защищать. Заезжать в город, и это будет очень интересная поездка насквозь. Ночью. Не могу... Не хочу сгладить, но думаю, что нашу оборону не просто так не пробить. Ну, да. Надеюсь, что это правда. Ну, вообще, у нас такая себе оборона, если честно. К нам проникают все-таки зомби чудом. Потому что у нас, с одной стороны, вообще нет ни одного фурпоста, и поставить вы там мне, собственно, негде. К сожалению. Есть у нас слабые места, но в основном у нас все хорошо. Так, шериф и бой. Я на шерифской тачке приехал к шерифу, а? Как вам такое? Игра слов. Ты не шериф, или ты шериф? Спросите Кароля. Я ищу Карла. Я его кто-нибудь видел? Ну, шериф, да. Он вышел около часа назад. Сказал, что собирается выследить свирепую дичь, которая напала на... Ой, бля, ребята, ну вы сейчас у нас же. Не знаю, как долго... Не будет, но хочу сказать здесь, сказать, очень угодно. Так, подожди, бежи-бежи-бежи-бежи-бежи-бежи. Девять милли... Ватт? Ребят, ну где у вас этот обменный пункт? Все-таки меня игра не врала. Это я там, оказывается, очень-очень не очень, скажем так. Очень-очень не очень. Где у вас тут припасы? У вас наверняка есть 9 миллиметров, правда? Здорово, ребят. Ну, простите. А где у вас эти пульки? Пульки-пульки-пульки. Вы же их используете, правда? Я просто в этом уверен. Блядь, свирепые зомби. У меня 30 пуль, я... О, вот оно, вот оно, вот оно. Обычный 9 миллиметров. Да, детка! Я вам за эти 9 миллиметров откину вот эти. Я просто сейчас чувствую, будет, ну там как минимум... Я сейчас нормально загружу себя. Вот так вот. А это вам отдам. Мне это уже не надо. Я таким не стреляю. Считайте, что обменялись. Курс, наверное, больше для вас выгодный, чем для меня. Три рожка. Ну, три рожка должно хватить, по сути, правда? Ведь это один свирепый и, ну, собственно... Три... Ну, должно, должно, должно. Я сделаю все, чтобы хватило. Ребят, хотите помочь? Блядь, шериф... Кстати, а что вы к шерифу-то своему не помогаете? Лол. У вас тут все бронированные, все ребята, вы что? Он не мог с собой взять кого-то? Он пошел в одиночку? Лебанутый. Что, дурак, что ли? Он не знает, с кем он хочет драться. Он еще со свирепыми дрался когда-нибудь? Найдите Карла. Карл! Ты что, дурак, что ли? Что ты там забыл? Какие нахрен свирепые? Ты совсем из ума выжил. А вот как я найду его теперь? Ну, предположим... Позаметил-то, поглядите в жопу, ребята. Карл, ты тут? Карл? Есть? Тут Карла нет. Пора двигаться дальше. Там можно что-то обыскать, но неинтересно пока что. Мне это совсем. Привет. Толпа зомби меня потеряла. А где толпа зомби-то? Я что-то и не вижу особо. Сейчас как свирепый выпрыгнет. Я же этот, я себя знаю, я испугаюсь. Карл? Ты ведь тут, правда? Сейчас я вместо тебя сам свирепого найду, и вот я точно кончусь. Раз и навсегда. Алло. Карл? Ёбаный рот, привет. Есть небольшой разговор. Тихо. За последние три дня эта тварь прикончила четверых из моей группы. Ммм, я не стараюсь убирать, так что заткнись и смотри в оба. Найти свирепого зомби. Боится, ты уверен? Я кого-то слышу в этом доме. Мне не очень нравится этот звук. Это не свирепый? А нет, это обычный. Ладно, обычный звезд. Обычный есть обычный. Я боюсь свирепого. Это не свирепый. Я буду очень аккуратным. У нас обоих сожрет. Зря ты на него пошел в одиночку. Чуть почему не могу попасть? Пошли. Надо двигаться дальше, Карл. Забей на этих зомби. Они нам не нужны. Слушай, давай в тачку. В тачке будет приятнее мне, по крайней мере. Я смогу, возможно, как-то его отмонтить на себя. И тебя спасти по возможности. А сколько мест таких интерес... Ой, достаточно. Во-первых, вот этот дом, который я проехал. Но мистер свирепый обычно сам выпрыгивает как ненормальный. Но, видимо, он сегодня как-то этот... Скромничает, правда? Чисто, чисто. Чисто. Бля, щас как я его найду? Я так не хочу этого. Блядь, кровь. Хоррор какой-то начинается. Пошли дальше. Тоже все тихо. Тихо. Так, тут у нас... Тихо. Ну, короче, он не здесь, очевидно. Правда ведь? Ну, мы обыскали. Тут хорошо. Первый дом и офис, блядь, офис. Давай сначала маленький дом обретаем, да? А потом на улице спадем. Просто офис так долго лутать. Найдено место с быкой. Е-бой! Так, быстро в машину. Мистер офицер. Садитесь. Садитесь, блядь, их много. Офицер! Офицер! Офицер, вы очень грубые до своих лет. А зоми не хочет никак уходить. Так. Там есть офис и есть маленький домина. Начнем с домина. Ну, давай, выпрыгивай сам, парень. Я не хочу высаживать офицера. В любом он здесь. Офицер. Ты чё, дурак, что ли? Забей, я сам с ним разберусь. У нас есть более интересная возможность его убить. Смотри. Опа! Что ты хотел спросить? Вроде бы всё. Что с машиной? Интересно, что ты можешь рассказать о той девушке о фере? Бекке. Бекке? Ты имеешь в виду Алекс? А, чёрт, надеюсь, что у неё не будет проблем из-за меня. Я даже не думал. Ты откуда её знаешь? Да, я её знаю. Я частенько арестовывал её за то, что приставала к мужчинам и носила с собой всякую дрянь. Она проституткой была? Ну, хорошее дитя, однако. Я пытался воспитать её, заставить бросить работу, но так и не получилось. Она хочет вызвать... Называть себя Беккой. Это её дело. Хорошее дело. Спасибо за информацию. Думаю, надо принять решение. Слушай, я не понимаю, что тебе нужно, но если хочешь совета, кое-что должно остаться в хорошем. Если кто имеет право на жизнь чистого листа, так это она. Тебя куда доставить? Спросить шерифа. Я спросил. Так. Не хватает на базе Беккой. Е-бой? Е-бой? Вот где он здесь нашёл? А, типа вот в этих трёх домах могут быть. Я понял. Так. Сказать Квантину. Да или нет? А я если бы даже выбирать буду? Ну, типа, да или нет? Я что-то не понял из-за его разговора. Он её хотел перевоспитать. Но он же не сказал, что он с ней спит. Я что-то вообще не понимаю. Но она проститутка. А, или у меня спрашивают, буду ли я говорить правду, что она была проституткой. Ну, типа, если она хочет, тогда не буду говорить. Она хочет. Ну, тогда не скажем. Лол. Окей. Блядь, почему у меня машина разваливается? Что с ней происходит вообще? Она как-то... Я как-то ударился, и она... Ну, вся разваливаться стала. Какая-то прокажённая машина. Ей-богу, она какая-то серьёзная, ненормальная. Вроде ударился-то разок-то. И то ли передом. Оторвал аж две двери. Как это, блядь, произошло? Непонятно. Эти... Вот, вот видите эти твари, какие опасные. Я в машине сижу, а её всё раздирает каким-то чудом. Хотя я с ним не дрался. Ты сходишь к выжившим, о котором я говорила? Да подожди, не спеши. У меня видишь, тут деликатные дела всякие происходят. Поэтому давай ты подождёшь. Вон там кто-то дерётся с кем-то. Оп. У нас тут зонди. Как делишки? Да нормально. А зомби с нами драться не будет? Вот тут убежал сразу к себе. Ну давай разберёмся вместе. Красава. Вот теперь мы можем с тобой спокойно поговорить. Нашла что-нибудь? Ну как тебе сказать? Сказать кое-что, что вы узнали. Да, нет. Не ворошить прошлое. Некоторые вопросы лучше оставить без ответа. Задание отклонено. Плохие вести. И чё? Я думаю, оно выполнится в любом случае. Блядь, я бы сказал, тогда у меня вообще всё равно. Ну и говнище. Ладно. Пойдём припасы сейчас поищу. Блядь, блядь, развраты наркотики. Мне нужно сейчас будет поменять машину на что-нибудь получше. Потому что этот прям совсем уже нехорошо себя чувствует. Ремонтирует тачка. Я, к сожалению, пока всё ещё не могу. Поэтому мы будем просто их менять. У нас всё впереди ещё. Поехали. Вот это спокойная, семейная машина. Ну, как семейная. Она просто какая-то компактная. Она не семейная, наверное, правда? Ну, тем не менее, она прикольная. Ей будет очень удобно кататься. Ну, реально маленькая, кстати. По сравнению с обычной тачкой. И поворотливая. И не спешит никуда. Вот эта машина для меня. Никаких резких скоростей, блядь. Невероятных поворотов, которые ты даже не особо планировал. Да-да-да-да, нормально. Это я, это я понимаю. Это машина. Да. Но чуть-чуть скорости ей всё-таки не хватает. Согласен. Такая, ну, старая. Старушка Бетси номер два. Так, сейчас мы как-нибудь в поворотах. Оп! Аккуратненько. Так. Есть три места. И тут как бы их два. Вот в этом маленьком месте может быть то, что мне надо. Открывайте. Здесь всё тихо. Ух, ни хрена здесь нормально. Здесь прям реально нормально. Должно быть. Ну, сейчас, естественно, я сейчас посмотрю и скажу, типа, здесь пусто. Там пусто. Иди в жопу, кромал. Никаких тебе, нахуй, ресурсов. Ты что? Нет. Нашел. Надо возвращаться на базу. Увидимся. Это только один ящик я нашел. Он так неинтересно. Дайте мне ещё больше. Как это произошло? Я же ударил его. Так, у меня мало этот стамины, ребята. Давайте, не надо. Можно, не надо? Пожалуйста. Так, этот готов. Тихо, не подходи. На тебя стамина хватит, хорошо. Пойду долутаю спокойно. Вот что им надо? Я вообще в другом месте, а не каким-то образом меня чует просто. По-другому я не знаю, как это назвать. Какое-то у них чутьё есть. На меня постоянно. Хотя они гнилые, и в них не должно быть обольнение. Ничего не найдено. Интеллект повышается. Ничего себе, представляете? Ищешь всякое давно, а у тебя за это интеллект качается. Мы только что завершили строительство объекта. Хорошо. Можно будет перчинить мочуны. У меня оружие скоро свалится. Сломается. Надо ехать обратно, я думаю. Так, а тут у нас пульки всякие. Ой, вот, кстати, вот это мы оставляем. Как это сломать? Сломать. Нет, не экипировать, а сломать. Экипировать, простите. Экипировать вот это надо. И ехать отсюда. К сожалению, только одно нашёл. Так, едем. Уйди в жопу в зомби. Тупая зомби. Ненавижу зомби. Там становится довольно опасно. И время работы против нас. Ты понимаешь, о чём я? Это про выживший говоришь? Не совсем. Понимаю. Между строк иногда плохо. Это Чарли. Смотровая вышка 6. Направляемся на карнавал. Тот там на вышке. Хватит гуся гонять. Давайте оборота открывайте. Ну же, чёрт возьми, мы здесь прямо на мосту. Как вы нас не видите? Чарли 6. Ко-нибудь меня вообще слышат? Конфликт на мостах. Что там происходит? Интересно, интересно. Я бы туда заскочил. По возможности. Но сначала мы потихонечку выйдем отсюда. И уедем. Надо вернуться на базу. База, база, база. Прежде всего база. Потом уже всё остальное. Блядь, машина. Спокойно. Не разваливайся, пожалуйста. На глазах у меня. Так. Направо. Можно налево. Направо как будто бы быстрее. Но на самом деле, мне кажется, что нет. Это самый длинный путь. Но почему-то я всегда еду через право. Мои глаза меня подводят. Ну и ладно. Какая разница? Я веду ещё немножечко пуль. Это нам хватит ещё на сколько-то дней. Два буквально, наверное, дня. Ну, дни, благо, здесь идут довольно долго. Так что можно не беспокоиться. Будет какое-то время. Надеюсь. Я. Тёлочка качается. Надо взять, наверное, какого-нибудь новичка. Тоже пойти. И этот. И может даже несколько взять. Хотя они же не качаются. Не качаются только когда я их беру. Херо! Херо! Ну ладно. И так неплохо. И так справимся. Собственно. Всё у нас довольно неплохо. Скоро переедем. Наконец-таки! Я так много людей потерял. И опять их приобрёл. Прямо я даже не знаю. У меня прям... У меня были и подъёмы, и взлёты. Вот сейчас мы на подъёме. Сейчас я понял игру. И сейчас я немножечко начал не ориентироваться. Сейчас у нас всё более чем хорошо. И это хорошо. Хорошо, и это хорошо. Да. Так, привет, ребята. Знакомые зомби уже постоянно здесь трутся. Здесь есть определённые места. Вот я, знаете, в игре определил, где спавнится зомби. Толпа имеется. Блядь, не переворачивайся. Не переворачивайся. Ох, хорошо. Я бы не пережил, если бы она перевернулась. Это было бы, наверное, самым ужасным, что могло случиться. Блядь, пожалуйста. Никогда не переворачивайся. Такая вот жёлтая машинка и такая классная. Вот если бы я, наверное, сейчас на спорткаре наехал на эту горку, я бы точно перевернулся с её скоростью. А вот на этой машине ничего не страшно. Люблю такие тачки. Не люблю я всякие гонки и так далее. Фу, 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 фу. Мы всё-таки в зомби апокалипсисе живём. А здесь ценится что? Прежде всего, мобильность, а не скорость. Скорость здесь ни к чему, но тут уезжать не от кого особо. Зомби не очень торопливые. Машины даже слабые хватает, чтобы их обогнать с лихвой. Вот. Так, аккуратненько. А, далёкий мы путь проделали. Наконец-то вернулись. О, да. Тихо, аккуратненько. Так, 10 человек. Так, сейчас, если ещё два нахожу, то я сразу еду в тот город искать это место. Как делишки? Да, я на месте. Нашла. Когда выходил всё, ну, что у тебя там? Ну, всякая говно. Так. Так, страх. Опять кто-то там боится чего-то. Сюда. Это что такое? Что за пули? 44 калибре, я таки вообще не стреляю. Не надо, не надо. Одно. Всё-таки я скину, наверное, рожок слишком много, слишком слот занимается для себя. Я думаю, это так. Этим я не буду драться. Я возьму всё, что-нибудь реже. Мне нравится реже. Я буду пользоваться. Пока что. Хотя, есть нормальная такая. Монтировка. Это впечатляет. Два фута есть? Вроде. Давай попробуем тупым под... А, она устала. Ну, тогда, если ты устала, дорогуша, то давай мы тебя на кого-нибудь переключим. Тэкс. Тэкс, тэкс, тэкс. Кто из вас хоть что-то может нормально? Стол любит сплетни. Заебись. Вот это у тебя умение классное. Вот это хорошо выносливое. Вот это вообще здоровское. Но это моя. Так. Понятно, понятно. Она, кстати, отдохнула. Я могу взять ту женщину красную. Ну, давай тебе дам, возможно, Эллисон Хэнсон. Причем бы и нет. Хотя, мужчина, я что-то мало беру. Выносливать хоть чуть-чуть. Давай от себя возьму. Курс на базу. А что ты здесь делаешь? Так он так вроде на базе. Ну, я на базе. Здорово. Что у меня есть? О, ни хрена у меня тут. Тэкс, 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 тэкс. Поехали. Мне все это ни к чему. Я обязательно, господи, ни хрена у него револьвер классный. И терется он клюшкой для гольфа. Яблочко. Ух, как оно мало весит. Ну, ладно, револьвер я тебе оставлю, собственно. Это все нам уже ни к чему. Револьвер, револьвер, так револьвер. Главное, чтобы мы ни на каких тварей особых, на сильных не напоравливались. А так, в принципе. Смотри, самое крутое оружие из опыта имеется в виду, который мне дают. Это винтовка. Она дает 90 из всего, да? Ничего сильнее я не находил. А, гранатомет 120. Ни хрена, гранатомет еще круче. Как оказалось. 120, пол. Калаш 84. Ну, ладно. К чему это я вообще? Это неинтересно все нам. Нам совсем не это интересно. Нам интересно... Блядь, свирепый. Да какие охоты на вы. Че, совсем с ума сошли? Так. Нервный человек. Пойдем поможем этому нервному парню. Че он нервничает, в конце концов? У нас же и так все хорошо. Тут нет смысла нервничать. Стаминки маловато у этого парня. Которым я сейчас буду бегать. Но я думаю, ему вполне хватит хп малого, скажем так. Я уже иду. Есть. Наша команда не бросает никого. Все, кому нужна помощь, помогаем мы легко. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Скажите, кому нужна помощь? Покажем ее быстро. Так. Поворот через профил ручничком. Красиво повернул. Правда? Вы можете сказать, что нет. Я скажу вам. Идите в жопу. Было красиво в любом случае. Ладно. Так. Человек. Милый человек. Что тебе... Как что? Блядь. Чуть не перевернулся. Что тебе вообще могло здесь... Ух ты. Придется их переехать немножечко. Новые соседи. Так. Я ничего не вижу. Кому здесь помощь? Ну, знаешь, что случилось. Привет, ребята. Я же тебе сказал, у нас нет боеприпасов. Проклятье. Теперь придется убивать зомби дубинками. Да, это очень прискорбно. Согласен. По сути... Но сути дела это не меняет. Но у меня ничего нет. Меня не интересует твоя оправда. Они дают тебе два дня. Да у меня... Если тебе интересно, у нас боеприпасы есть. Типа... Парень, тебе не повезло. Поможешь тебе? Отлично. Да, мне тоже так показалось. Иди за мной. Ладно. У тебя есть боеприпасы? Что ты говоришь? Вернитесь на базу. А, ты со мной будешь? Ха, теперь ты мой парень. Вот, мы тебя заберем. Чтобы у тебя не было проблем, ты будешь в моей базе. У нас там много людей, и поэтому у тебя вообще никаких проблем будет. Садись быстрее, блядь, толпа зомби. Ну ты добил. Из-за тебя, блядь, я машину подставил. Давай быстрее. Господи, какой ты тормоз. Ёбаный стыд. У, какая классная машина. Какой ты тормоз, господи. Я из-за тебя машину потравмировал. Чтобы тебе стыдно, надеюсь, было. После этого. Ублюдок ты. Не тороплив. Ну ладно, ты в конце концов к нам идешь, так что. Хе-хей. Считай, что твои проблемы только что исчезли. Вообще никаких проблем. Или это не ты? Слушай, а мы на свою базу возвращаемся на чужую? Просто интересно. На свою базу. Может, мало ли ты не наш, и я тебя сейчас вообще не туда везу. Ну ладно. Раз ты наш, значит ты наш. У нас никаких проблем, никаких забот. У нас есть база. К сожалению, сейчас она переполнена. Но это временно, потому что мы переезжаем. А переезжаем и знаешь куда? У-у-у-у. Сука. Когда ты узнаешь, ты будешь очень удивлен. Это место очень классное. Ты просто будешь вне себя от радости. То место, которое ты еще не знаешь. И я, собственно, пока еще не нашел. Так, ну это все еще, блин, 11 человек, не 12, черт подери. Мне нужен еще один человек где-то. Я думал, я двоих найду. Жалко их, там не пара была. Так. Поехали. Иди сюда. Так. Страх. Ну, уже со страхом еще справиться. У кого-то здесь страх, я обязательно справлюсь с этим. У нас новенький. Встречаем. Пойдем. Это... Живой мой боеприпас, ты собираешься с ним. Что с ними же с ними делать? Просто следуй за мной и будь ближе ко мне. Я бы не хотел, чтобы тебя сожрали. Что? Я что, свои боеприпасы? Нет! Блядь, я что, сумасшедший? Ну зачем я свои боеприпасы? Эрик кашляет, нехорошо. Блин. Нет. Ну нет. Ну какие боеприпасы? Ты что, с ума сошел? Блядь, вот только мне боеприпасами осталось делиться. Ёб твою мать. Я их нахожу еле-еле. Кошмар. А почему она едет? Лол. Я выруливаю? Так, подождем, я какой-то глюк сейчас. Ну, все. А то он сам по себе рулил в одну сторону. Я не знаю, как это дерьмо исправить. Поэтому просто перезашел и зашел. Блин. Я не хотел такое решение проблем. Блин. Почему игра такая глупая и не дает мне больше вариантов? Как бы больше. Я бы с удовольствием взял его к себе вместо этого. Я же классный придумал альтернативу. Давай ты к нам и все. И забудь о своих проблемах. Если на нас нападут, мы отобьемся. Вообще пофиг. Главное, людей не терять и все. А так вообще кофиг. Что там случится? Что там не случится? Блин. На базу вообще к тем наверху, что ли? О, боже. Это далеко. Ну, ладно. Какие проблемы? Блядь. Нет. Хреново. Вот видите. Внимание. Да, давай-давай. Вперед чуть-чуть. Пойдем. О, боже. У меня солнце вышло. Господи, у меня окно открыто. Я чуть не вижу. Тут как бы и так темно. Так еще тебе не стало. Теперь. Блин, слушай, нам так нельзя двигаться. Пошли в машине быстро. Вон, кто и белый, например. Так, что за зомби обычный? Странный. Это бронированный, по-моему. Запей на него. Забь, что это? А, понятно. Надо подать влево. Они попытаются нас обойти. Да забей, чувак. Все нормально. Садимся вот на эту лоурайдерскую тачку и не знаем бед. Почему? Потому что она лоурайдерская. Это значит, что у нее подвижная подвеска. Правда, она низкая. И вообще на нее лоурайдерская. Я просто так сказал. Запейте. Ну, нет, я не знаю, как тебе ее убить. Может, зомби об зомби? Нет, не получится. Не ломай машину новая, бледота. Сейчас, подожди. А, все, она отвалилась. Слава богу. И дверь отломала, сука. Ну, ладно, сзади главное, чтобы никто не садился. Сзади лучше насадиться. Блин, я ничего не вижу. Солнце вышло. Нет! Ладно, я справлюсь. Правда ведь? Как будто настоящая ночь сейчас идет. Не иначе. Что-то она так тяжело поднимается в гору. Да уж, проблемы. Аккуратно, аккуратно. А если держаться дороги, то все прекрасно. Никто, ничего не происходит страшно со мной. Доставьте боеприпасы. Я бы твою мать. Я не хочу этого делать. Эти ребята, те еще козлы, я бы лучше с ними разобрался. Забрал у них сам все боеприпасы. Я сейчас зайду к ним в дом и взвозьму. У них все пули собаки немытые. Я из-за вас, сука, трачу свои боеприпасы. Вообще, почему нельзя? А, не, я, наверное, мог ему отказать вначале. Ну, ладно. Задание отменить, типа. Ну, я такой добренький, что помогу ему, естественно. здорово козлы вот и что это черт возьми остальные боеприпасы тут должно быть покроет это долг пульс вашими именами пока нет это что из твоего запаса да не будь идиотом почему это должно быть из его запасов так что это покрывает долг или нет патроны из патроны мне плевать откуда не можешь сказать своим что мы в расчете на фига нам это делать минус 5 ящиков я даже династина спасибо но ведь этого недостаточно да ладно ты точно тоже сделал ну да думаю да но откуда у тебя куда тебе это знать я бы этого не сделал игра не дала мне выбор начнем с этого ребята я слышал у вас есть пульки нам я слышу как они скребутся ночью ремонт стен блять стены демонтировать вот я возьму пулик на вот этих 30 ну да и цаточку еще у вас скомунячу и все дорогие подписчики давайте мы пока что с вами наверно теперь возможно проверить нужно кое-что там у мостов что-то происходит да 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 проверим с вами уже следующий следующий серий сам у кого ребята сел спасибо за внимание всем удачи все пока